Руслан Соколовский выпустил ролик про то, как уехал из России. Соколовский уехал из России? Серьёзно? Он же террорист. Ну, типа, в кавычках. В списках этих самых. Я покинул Россию, пора валить. И куда? Не, мне похуй, на самом деле, но я хочу просто понять, куда он свалил. Могут заблокировать, так что подписывайся на мой телеграм. Блядь. Ебать, в телегу трафика навалило за последнее время. Это пиздец вообще. Это вообще пиздец. Галочку дали, стоечка в описании. Приветствую, Соколовский. Бля, мне тоже пора галочку получать. У меня уже почти 220 тысяч подписчиков. Ебать. По сути, я почти безвылазно прожил в России 27 лет. Потому что мне здесь нравилось. Ну, точнее, уже не здесь. Прямо сейчас я покинул Россию, уехал за границу. И да, я теперь чувствую себя в большей безопасности. Всё это время я очень рад был жить в России. Классные люди. Прикольная целая страна. Санкт-Петербург я вообще обожал. Но, с удовольствием, всё когда нехорошее заканчивается. Прямо сейчас из России приходят новости о том, что уходит даже Кока-Кола. Праздник больше, видимо, никогда не придётся. Украину? Бля, я знаете, чё хочу? Вот когда закончится вся эта суета, ебаная гризюка, и всё наладится, придёт в норму, я хочу реально вот приехать в Украину. Увидеться там с друзьями, с людьми, может, сходку сделать. Реально, на Майдане там, ну, без негатива, естественно, какого-либо. Если, конечно, меня впустят в Украину, блядь, после всей этой херни, которая сейчас происходит, мне кажется, когда война закончится, в Украину вообще русские перестанут пускать. Неважно, по какой причине, кто ты, что ты, блядь, зачем ты туда ходишь, если раньше ещё как-то более-менее пускали, можно было там как-то, да? Сейчас вообще, если у тебя паспорт российский, то ты идёшь нахуй, как говорится. Мне кажется, так будет лучше. Многие писали мне, молодец, круто и всё такое, когда я постил это у себя в Телеграме или Инстаграме. А некоторые же писали о том, что, ну вот, теперь ты уехал за границу, и что, теперь будешь на витинги призывать ходить? Я покинул Россию, рассмотрение двух моих дел в Европейском суде по правам человека, первое преследование за пацифические высказывания и страх, что скоро из России перестанут летать самолёты. Всё это привело меня к спешному отлёту. Нет, ни в коем случае, потому что моё мнение такое. В сложных условиях, когда жизни грозит опасность, в первую очередь нужно думать о себе и о близких. Он не скажет, да, куда улетел? И поэтому я призываю каждого из вас в первую очередь... Тихо, не слышно. Так а я-то здесь при чём? Это, блядь, к нему вопрос, почему он так тихо говорит? О себе и о своих близких. И да, я очень сильно восхищён теми людьми, которые всё-таки выходят на митинги. Большой республик, когда я был ещё в Санкт-Петербурге. Я совсем недолго был на одном из них и постил это в своей инсте. Эти люди очень смелые в контексте того, что уже... Руслан нигде не говорил, куда уехал. Он только сказал, что купил билеты за 100 тысяч. 4 тысячи людей... Ну, это точно не Америка. ...момент задержанной, может, уже даже больше. Я думаю, это страны Азии какой-нибудь. Таиланд, Бали, ебали и так далее. Время сидел в СИЗО? Вьетнам, Эмэйби. ...подряд из-за того, что я ловил пикмонов, когда меня задерживали из-за пикета против неуважения к власти. Каждый раз было, на самом деле, очень страшно. Иногда мне писали другие политические заключённые. Например, мне писал Бучик, тот, которого когда-то давным-давно задержали на Болотной. И он сидел в СИЗО на протяжении нескольких лет. А как только его отпустили, и он смог попасть на домашний арест, получается, не совсем отпустили, он сразу же сбежал за границу. И понять это можно. Потому что, когда в итоге тебя запрятали куда-то в застенке на очень долгое время, естественно, ты мало чем можешь помочь протестному движению в России. Руки сильно связаны. На свободе, пусть даже за границей, можно сделать гораздо больше, чем будучи в России, но в тюрьме. Пример Ходраковского и многих других деятелей, пример тех людей из Дождя и Знака, которые прямо сейчас переехали за рубеж, говорит именно об этом. В этом контексте я не совсем понимаю, почему Навальный, зная, что он наверняка здесь сядет в тюрьму, всё-таки приехал в Россию. После покушения на твою жизнь, наверное, стоило остаться там и пытаться сделать что-то из-за рубежа. Впрочем, он наверняка не мог знать, что правительство России планирует устроить операцию. Я продолжу пока что здесь говорить в тех цензурированных фразах, которым принуждает правительство, потому что теперь есть официальная цензура, так как не хочу лишиться связи с вами и не хочу, чтобы мой канал заблокировали на территории России. Как я улетал за границу? Самая первая проблема, с которой я столкнулся, это стоимость билетов и страх. Потому что каждый день я заходил в новости, читал с ужасом, потому что что-то опять закрылось, ещё закрылось, и вот я уже собираюсь улетать, я собирался... У меня тоже, кстати, было страшно улетать, но у меня был страх перед вот этой вот хуйнёй, когда ты проходишь пограничный контроль, короче говоря. Именно в России. То есть я, конечно, переживал немного, когда в Америку прилетел, что, бля, мало ли не пропусти. Но вот эта ебаная таможня, короче, в России, у меня просто один раз такое было, что меня начали жёстко запрашивать. Я из России, блядь, вылетаю, типа там, ну, в Америку. Вот, я подхожу, там сидит какая-то злая женщина, такая, я такой, ну, как бы, в Америку? Это ещё два года назад было, когда я летел. Она такая, а зачем? Я такой, ну, как бы, туризм. И она мне ещё какие-то вопросы начала задавать, блядь, вообще не к месту. Зачем? Для чего? Вот это, да, паспортный контроль. Долго на меня смотрела, блядь, долго копалась в моём паспорте, что-то пробивала по компьютеру. Я такой стоял минут 10, я в ахуе был. У меня такое было впервые вообще. Вот, пиздец вообще, короче. И тут вот после этого у меня появился вот такой страх, что, а вдруг не пропустят? Вдруг скажут, э-э, нет, дружочек, ты остаёшься в России. И вот это пиздец. И вот этот момент, когда я с чемоданом, блядь, точнее, с рюкзаком подхожу, даю паспорт, такой, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Главное, чтобы сейчас не доебались. Главное, чтобы сейчас пропустили. И тот момент, когда тебя пропускают, я такой, фух, блядь. Всё, свобода, блядь. Я улетаю, господи, блядь. А чё там будет уже дальше, похуй. Тебя так отпускает прям вообще, прям, ммм, кайф. Вот, потом то же самое, когда ты прилетаешь в Америку. Ну, тут было легко, потому что я был не один, я был с позитифоном, с пози. Вот, он знает хорошо английский, мы с ним вместе. Подошли, короче, там, к офицеру американскому. Я думал, сейчас тоже допрашивать будет минут 20. Не, хуйня, блядь, чё, кого, куда? Да мы там в Нью-Йорк, Вашингтон, там, Лос-Анджелес. Ага. На сколько дней там, туда-сюда, всё, блядь. Буквально даже минута не прошла, нам всё одобрили. Штамп поставили, мы прошли. Реально, и всё. Сначала влетели 15-го числа, шли у заранее билеты. Ой, что это? Ты, естественно, потратил на них 50 тысяч рублей, что уже было довольно много. А потом выходит новость о том, что теперь все российские авиакомпании прекратят полеты с границы, и фактически у России не останется самолетов. Я пришёл в ужас, сформил заявку на возврат денег, и пришлось искать другой билет. Потом поступили ещё более ужасные новости. Оказалось, что теперь на митингах просто прохожих на улице останавливают, заставляют разблокировать телефон и читают их переписки. Это довольно жутко. Чего? То же самое периодически происходит и в аэропортах. То есть, когда ты пытаешься вылететь за границу, тебе могут устроить самый настоящий допрос пристрастием. Один мой приятель даже передал мне, что человек, который стоял перед ним, его куда-то увели, и потом его не оказалось в самолёте, хотя он должен был там появиться. Выходит, что очень велик шанс того, что в будущем не только билеты, чтобы вылететь за границу, будут стоить совсем баснословных денег. Я, например, дал 100 тысяч рублей за одного человека, чтобы улететь из России. Вполне вероятно, что мотивация усилится, и людей призывного возраста, мужчин призывного возраста вообще не будут отпускать за рубеж. Железный занавес, он постепенно всё больше. Ну, я дал за свои билеты 80 тысяч. Вот, но это, чтобы вы понимали, это был не эконом, это был комфорт класс. То есть, эконом, комфорт, бизнес, первый класс. Вот мы летели комфорт. Реально. Так что, да, как бы, ну... Если бы летел экономом, стоил бы вообще тогда, не знаю, тысяч сорок. Опускается, и это печат... Чё? Мне повезло, когда я проходил паспортный контроль, вот это все досмотры, так как я максимально был на легке, мне даже ничего не нужно было декларировать, я взял с собой только рюкзак со своей техникой, и вот эту камеру, чтобы всё остальное докупить на месте. Я летел прямым рейсом в США, естественно. Прямым рейсом Аэрофлот. Получить позже почтой. Я просто дал паспорт, меня спросили, насколько я лечу, я сказал, что на неделю. Ага. На, серьёзно, ты не верил. После этого меня спокойно выпустили из страны. Некоторым повезло меньше, и надеюсь, что в будущем люди смогут улетать. Я читаю твиттер, регулярно смотрю за тем, что сейчас происходит. 25 тысяч человек улетело в Грузию, и, что, надо сказать, вне политики, вне политики. Решение в контексте того, насколько близко она России, и насколько это дружественная страна по отношению к России. Но особо-то податься сейчас и некуда, в том плане, что выбор невелик. Большинство стран ЕС из России добраться максимально сложно. Так и так. Придётся лететь куда-то сначала в Грузию, Турцию, Армению и прочие страны, а потом уже отправляться дальше. Самое страшное во всём этом, это то, что умирают люди, в том числе и мирное население Украины. И Россия — это однозначно тот агрессор, который пришёл на чужую землю, который убивает там людей. И это заставляет чувствовать себя виноватым, потому что, во-первых, я гражданин России, и да, я не голосовал за них, и я никак не способствовал тому, чтобы это случилось. Нет, наоборот, я всячески противодействовал. Но, тем не менее, когда ты начинаешь говорить о своих проблемах, которые возникли из-за правительства Российской Федерации, ты чувствуешь эти проблемы несколько ничтожными. То есть, да, безусловно, мне пришлось покинуть, точно так же, как и многим украинцам, свою страну. Да, безусловно, сейчас рубль упал в два раза, и это означает, что жизнь у большинства россиян, и у меня в том числе, станет похуже. Но разве это идёт в какое-то сравнение с тем, чтобы бежать из своей страны под обстрелом и видеть трупы детей? Конечно же, не идёт. С другой стороны, это проблемы, в том числе и россиян, которым сейчас будет плохо жить, я тоже хочу обсуждать. Я хочу обсудить обе проблемы. Я понимаю, что они разные по степени важности, но смотря для кого, всё-таки всё довольно субъективно. Если глянуть новости за последнее время, то мы увидим огромный гуманитарный кризис в Украине, там полтора миллиона человек просто взяло и покинуло страну. Это огромное количество людей, и вот буквально через час я постараюсь взять интервью у одного из жителей Украины, который переехал в Польшу, и расспрошу, как всё это случилось. Возможно, это выйдет на этом канале, если у нас всё получится. Одна из самых важных вестей на сегодня это то, что Россия отказывается от участия в Совете Европы, и после официального выхода страны из него россияне больше не смогут участвовать в неспыче делах. Обратиться туда за помощью не получится. Вы знаете, что в России ужасная вся вот эта уголовная система, и там большинство приговоров, как правило, неоправдательные. 99% — это то, что ты виновен. Так происходит обычно только в авторитарных и тоталитарных странах. И ЕСПЧ был как раз-таки той организацией, которая позволяет обратиться туда и получить какие-то компенсации. Это я когда-то и сделал. То есть, когда меня посадили на полгода в СИЗО, а потом на домашний арест на те же самые полгода, и того год и провел в застенках, я смог податься в ЕСПЧ, и прямо сейчас моё дело рассматривается там. Возможно, я вполне себе успею закончить это, потому что осталось совсем немного, и есть ещё целый год, в течение которого все россияне имеют право подавать заявки в ЕСПЧ, и они будут выполнены. То есть, все заявки, которые будут подаваться ещё год подряд, они просто встанут в очередь, и они будут исполнены. Я с огромным ужасом наблюдал за тем, как всё больше и больше компаний просто берёт и уходит из России. То есть, теперь они доставляют полупроводники от Intel, теперь случилось так, что ушли Макдональдсы, Киевсишки, самые разные магазины одежды, и да, безусловно, это всё кажется чем-то страшным, потому что железный занавес опускается, и вот мы возвращаемся в свое время от Советского Союза. То есть, всё, что строилось эти 30 лет, вот эта вот свобода торговли, привлечение зарубежных инвестиций, всё это разрушается. Это, оказывается, ещё было не самое страшное. Всё это происходило все эти дни, и вот сейчас появилась новость о том, что прочитал я в богомерзком твиттере Симоняна, а потом нашёл подтверждение в куче СМИ, о том, что скоро будет национализация. Национализация предполагает, что вот все вот эти вот помещения, то, что там осталось, скоро будет принадлежать государству, либо будет отдано каким-то частным лицам в ходе торгов. Сработает ли это? Абсолютно нет. Все эти иностранные компании, которые здесь работали, обладают огромными логистическими цепочками. Без них это просто здание. И вот те ресурсы, которые там остаются, они скоро кончатся. Это не будет работающим бизнесом без логистических цепочек. Итого получим мы кучу бесплатных, никому на самом деле ненужных зданий, но при этом пойдёт ли разве кто-то в будущем в Россию строить свой бизнес? В том случае, если вот сейчас произойдёт национализация. Стал бы я где-то что-то открывать в плане магазина, если мой магазин забрали. Мы можем увидеть последствия на многие десятки лет, когда в Россию больше никто не будет вкладывать никаких долларов для того, чтобы кормить и одевать местное население. Давайте поговорим о том, какая Россия страна и почему здесь большие проблемы с тем, чтобы производить свои собственные товары и одежда. Это ресурсозависимая страна на обеостановки отправляет угли, нефть. Например, все поставки угля в Европу на 50% состоят из российских поставок. Неудивительно, что вводить санкции на энергоносители для ЕС сейчас довольно сложно, хотя они всё равно плавно к этому идут. Что происходит в подобных странах? Как правило, мы наблюдаем за тем, что там нет никаких производственных цепочек. У нас есть нефтедобывающая штука, на которой работают люди, у нас есть взлётная полоса, самолёты и иногда труба. В данном случае труба есть, она проходит через Украину, и что интересно, несмотря на то, что в Украине бомбят, несмотря на то, что там умирают люди, труба, паровод и исправно работает. Это вызывает какое-то годливое ощущение, потому что все вот эти вот нефтедоллары уходят нефтью туда и возвращаются обратно, несмотря на военные действия. Так как нет производственной цепочки, и так как из этой нефти, и с помощью этой нефти ничего не производится, всё население России выпадает из этих производственных процессов и постепенно, отчасти деградирует, наверное. Потому что никому ничего особо и не надо. В принципе, не нужно государству как-то вкладываться чтобы развить эти промышленности, что-то делать. они и так очень много денег зарабатывают и делят друг с другом. Можно сказать, что правительству было бы даже удобнее, если бы на самом деле население страны было от силы в несколько миллионов человек, которые бы обслуживали нефть и вышки для того, чтобы самые богатые по-прежнему богатели. И всё это ненужное для России население прямо сейчас будет жить ещё хуже, чем раньше. Возможно, произойдёт то же самое, что когда-то случилось в 1998 году. Тогда тоже были проблемы, связанные с импортозамещением, и на удивление в России начали что-то производить. Это было таким своеобразным ответом на то, что страну перестали ввозить те товары, которых раньше здесь не производилось. Это привело к некоторому росту российской экономики. Но учитывая масштаб санкций, которые прямо сейчас все вместе превышают уровень Северной Кореи, Ирана и Кубы вместе взятых, не факт, что у россиян получится что-то делать. Вот, например, Китай Это тоже такая авторитарная страна, сильно изолированная, с кучей санкций. Но другое дело, что у них там один миллиард сто тысяч человек населения. У них есть свои социальные сети, впрочем, у нас они тоже есть. У них есть свое производство, чтобы произвести самую маленькую финтиплюжку, нужную в автомобиле. У них есть даже свое производство полупроводников, которые они, кстати, не хотят отправлять в Россию. Точно так же, как и западные страны. Экосистема Китая выглядит довольно самодостаточной, и им вот так вот самоизолироваться гораздо проще, чем России, в которой на самом деле живет всего лишь 140 миллионов человек, и, собственно говоря, вся экономика которой равняется экономике одного штата Техас. Это очень мало. И неудивительно, что Россия, по идее, прямо сейчас не может позволить себе никакую войну, как по моральным соображениям, так и по экономическому. Хотя, конечно, ближе всего мне в первую очередь моральные соображения. Я увидел статистику, говорящую о том, что прямо сейчас 60% населения как минимум в России поддерживают войну, что является для меня страшным фактом, и во многом поэтому я предпочел покинуть ее, потому что я не хочу жить среди людей, которые прямо сейчас готовы в Европе развязать события. Да, многие из вас скажут. А вот когда США, например, нападали на другие страны, на Вьетнам, на Ирак, то где ты был? И почему все ведущие издания опубликовали о том, что они несут мир? Ну, во многом просто из того, что во-первых, США нападали на ту страну, которая находится от них очень далеко, а не на соседнюю с ними, ну, как, например, на Канаду. В этом случае на США бы разозлились. А еще во многом дело в том, что у США просто прямо сейчас в сотни раз больше власти на планете, чем у России. И да, я признаю тот факт, что Европа и США изрядно лицемерны. Однако это не оправдание для того, чтобы развязывать войну. Если кто-то так сделал, то это не оправдание. И те, и те одинаково плохи. Что с этим всем можно сделать? Как это прекратить? Есть довольно интересное исследование Эрики Ченовет. Она выяснила, что для того, чтобы добиться каких-то изменений в политике страны, для того, чтобы добиться иногда отставки правительства, изменения законов, прекращения войн, нужно, чтобы 3,5% населения поучаствовало в мирных митингах, чтобы все они вышли на улицу. Ну, то есть получается, что в России должно выйти где-то миллионов, пять, а то и побольше человек. На данный момент в России вышло от 110 до 300 тысяч человек. Бессловно, это довольно большое число. Но явно не то, что нужно. Потому что как минимум их должно быть в 10 раз больше. А еще это правило, к тому же, не всегда работает. Как я уже говорил, мы имеем здесь дело с тем правительством, которому плевать на то, что думает о нем населении. Да и на это население, собственно говоря, по большому счету плевать. У них и так все схвачено. И они особо не задумываются о рейтингах среди своей аудитории и рисуют их. И плюс рейтинги среди пожилого контингента этой аудитории и так высокие. Потому что этот самый пожилой контингент только и делает, что смотрит телевидение. Сам таких видел. Давайте посмотрим, например, на недавнюю ситуацию в Белоруссии. Напомню, что в Белоруссии проходили протесты и митинги, и живет там сейчас 9 миллионов 400 тысяч человек. Сколько же вышло людей на митинги против действующей власти? Это фактически страна по-братим по отношению к России. Там вот прям все точно так же, как здесь. Бессменный президент, который сидит и никуда не хочет уходить. Они даже вместе напали на Украину. От 300 до 500 тысяч человек вышло в одном только Минске. И очевидно, что это гораздо больше, чем 3,5% населения. Но сработало ли это? Дело в том, что данная формула работает чаще всего с западными странами. С теми странами, в которых правительство и правда получает большие суммы денег от среднего класса, которого много. Здесь же его не сформировалось, к большому сожалению. И это сделало в том числе и правительство. Даже если выйдут миллион людей. Бля, я на самом деле удивлен. Я только сейчас это осознал. Я просто притащил сюда мороженое, которое называется «Русский холод». Просто у нас тут на Брайтоне есть такая сейчас херня. Здесь был магазин Russia, назывался Russia of Tasty, вроде так. Прямо на Брайтоне здесь. И с началом войны в Украине там оторвали слово «Раша». Теперь это называется Tasty. Просто Tasty, короче. Реально. То есть, они убрали слово «Раша». Нахуй. Вот. Рыгло. Ееее. Так вот, я и говорю. А пока что еще продают русский холод. Ждем, когда это станет просто холодом, блядь. Холодок. Так, чекаем Телеграм, пока никаких новостей. Напоминаем. У Ирана, возможно, есть ядерное оружие. Возможно. Возможно. ничего. Возможно. Да. Да. Нихуя, Таня. Не случится. А, ну тогда ладно. И это пугает. Те санкции, которые будут прямо сейчас все европейское комьюнити, США. Возможно, это сработает, потому что они действуют, в том числе и на верхушку власти. Но, с другой стороны, это опять же лицемерно, потому что все это время Европа с большим удовольствием принимала миллиардеров, заработавших деньги на нефт-долларах, прятала их доходы. Я тоже думаю, что нихуя не будет. И занималась тем, что приводила Россию к существующей модели власти. Они как раз таки позволили всем этим олигархам воровать деньги в России и идти туда. Да, какой Бен, блядь. Прямо сейчас они спешно пытаются это исправить, арестовывая их активы. Но далеко не факт, что это получится, потому что наверняка у каждого из подобных олигархов есть офшоры. Еще если они сильно захотят, то покинуть страну они все-таки смогут, имея настолько большой запас капитала. Очень печально, что санкции бьют по тем России. И, кстати говоря, по подобным моментам, когда кто-то из очень богатых бизнесменов, всякие олигархи начинают массово покидать страну. Это означает, что реально что-то намечается в этой стране. Что-то плохое. Потому что как раз таки именно у этих людей всегда появляется та информация, которая пока еще недоступна большинству. Как, например, было в Украине, когда еще задолго до того, как все началось, ну ладно, не задолго, за неделю, оттуда улетели, а просто в один день начали улетать все вот эти вот богатые бизнесмены там, короче, люди с баблом. Они массово начали покидать страну. Резко. Я еще тогда сказал, что это о многом говорит. Скорее всего, что-то реально будет. Не просто так эти люди съебались. Вот. И... Ну вот. Так что следите, если кто-то начинает и начнет покидать Россию, кто-то из таких людей, значит все. Значит, пизда. ...сиянам, которые зачастую как раз таки сильно против войны. То есть, вот портрет того типичного 25-летнего примерно человека, кстати, большинство именно молодежи против войны, он таков, что этот человек смотрит Netflix, он как раз таки входит в МакДак, он обожает западную культуру. и... при этом именно эти компании уходят из России. Даже появились новости о том, что крупные поставщики интернета, вот эти провайдеры, которые пришли из запада, тоже могут уйти. Один из них, например, именно это и сделал. Выходит, что Европа тем самым лишается связи с теми людьми, которые как раз таки хотят остановить войну. Это очень плохо. И надеюсь, что ситуация как-то в будущем да и исправится.